Дорогие украинские друзья, оказавшиеся во Франции, вот вам в помощь мои видео. Значит, очень тут короткие они, поэтому приходится все время продолжать, продолжать и продолжать следующее. Я остановилась на прошлом видео на том, что семьи, которые вас принимают, они решили пригласить к себе в гости семью бедных несчастных украинцев, пострадавших от войны. Пригласить к себе в гости полностью на свой счет. Они не получают никаких из-за этого пособий, никаких выплат, у них нет никаких обязательств. Они приглашают людей и они знают, что они будут этих людей содержать полностью финансово. Вот вам, украинцам, это должно быть понятно. Вот представьте себе, что вы у себя в Украине, вы узнаете, что в Африке голод, война и кто-то страдает, и вы решаете к себе взять африканскую семью. Вам уже смешно, да? Вот, потому что вы никогда этого не делали и не сделаете. А французы это делают, да? Это первое. Во-вторых, представьте себе, что вы это сделали, да? Вот приезжают к вам домой в ваш дом, в котором вы купили каждый гвоздик, прикрутили собственными руками, с любовью купили каждый стульчик, вылизываете до состояния чистоты. Это все ваше родное, любимое и, самое главное, ваше. И вот приезжают чужие люди, вселяются. Как бы вам хотелось, чтобы они себя вели в вашем доме и по отношению к вам лично? Хотели бы вы, чтобы они вас приводили в магазин и требовали, чтобы вы на всю семью купили купальники? Вот, как я тут слышала от французов. Хотели бы вы, чтобы они эти мокрые купальники развешивали по всей мебели, по всей квартире и портили полировку, да? Хотели бы вы, чтобы они ели с недовольными рожами и, если их что-то не устраивает, они вставали из-за стола, не сказав спасибо. Хотели бы вы, чтобы они возвращались домой поздно ночью и снимали дверь с петель, потому что вы спите, а они пришли. Хотели бы вы и так далее, и так далее. То есть самое первое правило воспитанного человека – это просто представить себя как можно точнее на месте того, с кем вы общаетесь. И тогда вам очень многое станет ясно. Тогда вы перестанете делать 90% ошибок, которые вы делаете, потому что не такая уж большая разница между французской и украинской культурой. Все люди – люди, все живые и все в одинаковых условиях, и все одинаково тяжело зарабатывают каждую копеечку, с любовью тратят, выгадывают, высчитывают, экономят и так далее. И очень не любят, когда их грабят, подставляют, разводят и не уважают. Вот это первый принцип.